Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем подкасте мы продолжаем с вами разговор о шагах, которые проходит каждый Android разработчик для того, чтобы прийти к своей заветной цели, а именно стать собственно Android разработчиком. И вот на этом этапе вы уже можете назвать себя полноценным Android разработчиком. Вы знаете основы, вы умеете строить любые совершенно визуальные интерфейсы, с любыми виджетами, кнопками, переключателями, со всем угодно, умеете обрабатывать события при взаимодействии пользователя с этими виджетами. Вы уже знаете, что такое Recycle Review, умеете строить списки, умеете делать слайдеры различные, умеете работать как с локальной базой данных через библиотеку RUB, так и работать с базой данных на сервере через MySQL и в целом умеете работать по API со сторонними крупными сервисами, такими как YouTube, ВКонтакте и другие. То есть, можете писать какие-то расширения для этих сервисов. Также вы знаете, конечно же, уже архитектурный паттерн MVVM, да, и все, что с ним связано. Можете строить корректные, правильные мобильные приложения, использовать многопоточность, а именно через корутины. Вы можете делать инъекции зависимости. И вот на этом этапе вы можете писать уже абсолютно любое мобильное приложение, но вам нужно запомнить некоторые пробелы, которые у вас возникли при изучении разработки. То есть, есть некие такие отдельные темы, которые не являются первоочередными, самыми важными, но и владеть этими навыками тоже очень важно. И именно про такие навыки я сегодня поговорю в нашем подкасте. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях, и обладать современными скиллами, и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть, я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Какие же вам пробелы нужно заполнить? Во-первых, вам нужно разобраться с настройкой уведомлений. Что такое настройка уведомлений? Ну, например, вы как пользователь пользуетесь каким-то мобильным приложением, что-то делаете, и вам выходит всплывающая подсказка, что что-то произошло. Допустим, добавили товар в корзину, или, например, да, добавили товар в корзину, и как пользователь вы забыли, что у вас в корзине. И через некоторое время у вас появляется такая, вы уже пользуетесь даже другим мобильным приложением, у вас появляется такая подсказка, что вы добавили товар в корзину, неплохо было бы оформить заказ. Или в качестве уведомлений, допустим, вы разработали для какого-нибудь, допустим, того же барбершопа или салона красоты мобильное приложение, и у салона красоты очень зачастую происходят какие-то акции, да, выгодные, скидки, что-то происходит. И администратор салона красоты может рассылать уведомления, то есть не нужно звонить, отсылать смски своим пользователям. Вы тут просто можете пользоваться всем пользователям мобильного приложения, ну, то есть не вы конкретно как разработчик, а менеджер, допустим, салона красоты, отправить уведомление, что сегодня у нас акция. И это уведомление не пропустит ни один из пользователей этого мобильного приложения. То есть уведомление это такой, скажем так, это такой навык, который позволяет более работать со своей аудиторией более в теплом формате. То есть тут на самом деле можно использовать психологические инструменты воздействия, то есть как-то вовлекать в игру, все это, скажем так, обставлять в виде игры. Ну, тут уже нужно разбираться в каждом бизнесе отдельно, конкретно и понимать, что нужно пользователям данного бизнеса, данного мобильного приложения и строить свою именно маркетинговую стратегию, по которой можно развивать это мобильное приложение, да, и психологически взаимодействовать на свою потенциальную аудиторию. И уведомления это один из способов. Уведомления могут быть обычные, просто информационные, а также можно вовлекать пользователя во взаимодействие. То есть в какое-то уведомление можно туда выставлять ссылки, можно выставлять кнопки. То есть при табе по этому уведомлению происходит что-то в мобильном приложении, то есть мы можем получить какой-то ответ, обратную связь от наших пользователей. Это очень важно. Итак, когда мы изучили уведомления, еще очень важным аспектом является изучение индикатора загрузки. Индикатор загрузки нужен практически везде. Допустим, мы загружаем какой-то поток информации, даже сервера, не сервера, в общем, с базы данных, да, и она загружается, ну пусть очень короткое время, 2 секунды, да. И вот пока она загружается, есть очень терпеливые пользователи, которые начнут вертеть свой смартфон, подумают, что приложение зависло. А если вы покажете маленькую полоску загрузки на 2 секунды, то клиент будет понимать, ваш пользователь будет понимать, что информация загружается, и сейчас через 2 секунды она загрузится. Очень важно использовать индикатор загрузки, есть готовая библиотека, которая позволяет делать очень крутые индикаторы загрузки уже из коробки. Эти там вот также я обучаю на своем курсе. Также нам очень важно изучить такую тему, которая является не основополагающей вообще, она не стоит в корне требований, да, для Android разработчика, но ей очень важно владеть для того, чтобы создавать очень классные, красивые мобильные приложения. Ведь вы, допустим, как разработчик, можете создавать готовые продукты для салонов красоты, для магазинов. И одним из вариантов, как вы можете зацепить своего потенциального клиента как разработчик, то есть кому продать свое мобильное приложение, это также психологически воздействовать, но больше воздействовать на эмоциях. А эмоции вызовет красивый интерфейс, и когда все плавно работает, и когда все красиво заанимировано. И мы можем зацепить ваших будущих клиентов для вас как разработчиков, кому сможете продать свое мобильное приложение, именно через эмоции. То есть если будет все плавно двигаться, использоваться какая-то красивая, возможно где-то невообразимая. Вашим плюсом, то есть все эти анимационные эффекты в вашем мобильном приложении, это ваши помощники, которые могут либо помогать вам продавать какой-то контент, либо продавать само мобильное приложение. Именно научиться анимировать, это очень важно. Анимация может быть разная, есть готовые решения, в плане она делится на две составляющие, это анимирование отдельных виджетов, тех же кнопок, переключателей, или допустим анимирование переходов между экранами. И есть такая навигация, которую стоит также изучить нам, это Nav Architecture Component. Когда мы разговариваем с вами про Material Design, есть такой виджет как Bottom Navigations. Что он представляет из себя? У вас открывается главный экран, внизу есть навигационная панель, куда как обычно мы вкладываем до 5 вкладок, и при табе по каждой из вкладок подгружается контент, подгружается контент из фрагментов. То есть как в плане составления архитектуры выглядит этот подход, обычно через Bottom Navigations. У вас есть одно главное activity, в которое в определенный контейнер, который предусмотрен для этого в этом activity, в зависимости от поведения пользователя, загружается контент из различных фрагментов. То есть по факту складывается впечатление, что у вас в приложении множество activity, но по факту у вас одно activity, в которое загружается информация из разных фрагментов. При подходе Nav Architecture Component есть что-то похожее, также через фрагменты все загружается, но там мы, наше мобильное приложение стартует с главного фрагмента, например, который мы называем Home Fragment, и потом мы в специальной консоли, в специальной панельке, мы просто определяем, как будет двигаться пользователь по архитепу, по иерархии наших фрагментов. И там все настраивается через специальную панельку, и в этой панельке можно предусмотреть очень классные варианты, скажем так, смены одного экрана на другой, то есть по факту смены одного фрагмента на другой, и мы должны там указывать анимационный эффект входа, анимационный эффект выхода, то есть анимационный эффект выхода из одного фрагмента и входа в другой фрагмент. То есть существует два основных подхода, это Bottom Navigation стандартный, да, то есть когда мы имеем нижнюю навигационную панель, одно главное activity, и там пять основных, в принципе, фрагментов, то есть до пяти фрагментов, до пяти вкладок, и в зависимости от того, по какой вкладке тапнули, определенный фрагмент, контент из определенного фрагмента загружается. Второй подход, это Nav Architecture Component, который чем-то похож на этот подход, но там имеется главный фрагмент Home, который загружается по умолчанию, и потом мы можем расставлять специальные консоли, варианты перехода, варианты подгрузки различных фрагментов, их может быть до сотни и больше, да, в зависимости также от поведения пользователя, но у нас нет определенной там навигационной панели, как в Bottom Navigation, у нас есть консоль, иерархия всех фрагментов, и мы просто стрелками там показываем, когда в какой фрагмент пользователь переходит, и какой анимационный эффект мы применяем. Это тоже отдельная тема, это очень важно понимать в этом. Также очень важно понять такую важнейшую тему, как аутентификация, то есть если вы возьмете любое крупное мобильное приложение, при входе у вас приложение будет требовать вашей авторизации как пользователя. Как происходит этот функционал? То есть вы заходите, приложение проверяет вас, но вы авторизованы на этом устройстве, если вы не авторизованы на этом устройстве, он просит вас ввести ваш логин и пароль. Вы вводите свой логин и пароль, далее он проверяет, вы вообще регистрировались на этом сервисе или нет. Если вы не регистрировались, он предлагает вам зарегистрироваться. Если вы регистрировались, то проверяет ваш логин и пароль, если он совпадает, то пропускает вас мобильное приложение. Вот в настройке такого функционала мы используем, мы как андроид разработчики зачастую используем специальный облачный сервис, некоторые ее называют облачную базу данных, но по факту это просто облачный сервис Firebase и на своем курсе я рассказываю как проводить вот эти операции по аутентификации. И последний момент на который нужно обратить свое внимание это смена ориентации экрана, то есть есть классическая портретная вертикальная ориентация экрана, когда мы по классическому варианту держим смартфон, есть горизонтальная ориентация, когда мы допустим используем в основном когда смотрим какое-то видео, то есть широкоформатно. И если вы допустим верстку сделаете какую-то для вертикальной ориентации, то в горизонтальном варианте в 90% случаях будет все сдвинуто и некорректно выглядеть. И нам нужно предусматривать верстку как для вертикальной ориентации, так и горизонтальной ориентации. Это вам тоже нужно учиться, там немножко, там буквально за час вы все это освоите, там действительно сложно, но я вам хочу сказать, что 90% мобильных приложений поддерживают только вертикальную ориентацию, а при перемещении в горизонтальный вид ничего не меняется, то есть не меняется ориентация приложения. Сама ориентация, смена ориентации на смартфоне настроена, но в приложении приложение никак не реагирует. Это достигается с помощью запрета через файл manifest. Об этом я также рассказываю на своем курсе и также рассказываю как своим ученикам, рассказываю как настроить различные варианты верстки одного и того же экрана под различные ориентации. И вот на этом все. Когда вы прошли этот весь путь, от первого шага, когда мы изучали основы Android, основы Kotlin, далее проходили через изучение UI интерфейса, далее переходили к Recycle Review и ViewPager, далее переходили к работе с локальной базой данных, далее переходили с работой с базой данных на сервере, далее из SAP сторонних сервисов, далее переходили к изучению архитектуры, в частности MVVM, далее все, что с ней связано, там, инъекции зависимости, многопоточность плане, так же, как карутина. Далее мы после архитектуры перешли к заполнению пробелов, то есть к изучению остаточных знаний, то, что мы могли пропустить. И вот после этого вы можете создавать абсолютно все. И до этого этапа вы могли создавать абсолютно все, но вот эти знания вам кое-где пригодятся, поэтому ими тоже желательно вывладеть. И после этого ваше обучение Android разработчика заканчивается с одной стороны, но с другой стороны не заканчивается, потому что Android разработчик, как и любой программист, он учится постоянно и всегда. Никогда обучение не заканчивается, вы всегда будете чему-то учиться. И очень важно поддерживать свои знания и смотреть, что поменялось. Не нужно рыскать все время и смотреть, что нового. Достаточно подписаться на какие-нибудь YouTube каналы новостные по Android разработке или на какие-то сайты, где постоянно, еженедельно освещаются, что происходит новое. И по мере, когда вам нужно это будет использовать, какие-то новинки в проекте вашем коммерческом, вы будете что-то изучать. Не нужно тратить все свое время лишь на обучение, нужно что-то и практиковать. И поэтому обычно поддержка знаний происходит следующим образом. Вам нужно какую-то новую фишку, внедрить в свой проект, вы изучаете и внедряете. Вот как-то так все это происходит. На сегодня наш подкаст завершен. Я рад, что вы послушали этот подкаст до конца. Ну и до встречи на следующей неделе. Всем пока.